Здравствуйте, друзья! С вами, как обычно, Павел. Ну что ж, теперь решил снять видео по четвертому уроку, ой, по пятому уже уроку Arduino. Пятый урок у нас будет посвящен кнопке. Итак, что мы в этом уроке рассмотрим? В этом уроке мы поэкспериментируем с кнопкой, передадим состояние кнопки в монитор порта и заставим загораться светодиод по нажатию кнопки. Нам необходимо для нашего урока это Arduino Uno, но я буду показывать на нано, потому что Uno у меня сейчас занята, но не суть. Плата для прототипирования, вот, провода, кнопка, светодиод, резистор на 220 Ом и резистор на 10 кОм. Так, ну что ж, давайте я вам покажу схему первого варианта. То есть у нас кнопочка, вот, один контакт кнопочки у нас подключаем на 5 вольт, второй контакт земли на землю подключаем через резистор в 10 кОм. и вот этот контакт мы подключаем к пину второму. Почему именно так? Давайте я вам сейчас точно как бы формулировку, так сказать, прочту, почему именно на землю резистор нужно через кнопку подавать. Итак, вход Arduino должен иметь заранее известное состояние, единицу или ноль. В подвешенном состоянии он будет собирать внешние наводки, статические, электрические и электромагнитные излучения. Чтобы привести вход в заранее известное состояние, используют подтягивающие резисторы, они бывают двух видов. Подтяжки верхние и нижние. Верхние pull up подключаются к плюсу питания, а нижние pull down к минусу. В нашем примере мы используем подтягивающий резистор к минусу. Таким образом, когда кнопка отключена, вход будет подключен к земле через резистор, сопротивление которого заведомо меньше внутреннего сопротивления входа. Поэтому наводка попавшая на вход уйдет в GND. Если же подключен полезный сигнал плюс 5 вольт, то он будет стекать во вход. Незначательная часть сигнала уйдет в GND через протяжку. В итоге при нажатой кнопке у нас будет стабильный сигнал плюс 5 вольт, а при отпущенной кнопке стабильный ноль. Для этого у нас и нужен резистор. Так, ну что ж, давайте запустим нашу Arduino в среду разработки. Так, вот запустили. Вот у нас очень простая программка. то есть слушаем сериал порт на 9600. Пин мод у нас будет второй в режиме input. Input это режим, это значит на принятие сигнала. Ну и тут, что у нас тут еще? Переменная сенсор value будет равна GDL read второй pin. И вывести нашу переменную в десятичном формате. Вот. Что из этого у нас получится? Давайте загрузим. А в Arduino мы сейчас не загрузим, потому что она у нас отключена. Сейчас тогда ошибку выдаст, я ее подключу. Так, подключил. Давайте загрузим. Все, мы загрузили. Вот. Давайте монитор порта откроем. Что мы видим? Мы видим постоянные нули. Потому что на кнопку я не нажал. Как только я нажимаю на кнопку, получаются единички. Отпускаю. Оп, у меня контакт отошел. Извиняюсь. Нули. Нажимаю единички. Отпускаю нули. Блин, опять отскочил. Просто кнопка плохо, она не держится. Единички. Нули. Единички. Нули. Единички. Нули. Видите, да. То есть при нажатой кнопке у нас получают единички. Вот. То есть это самый простой пример. Вот. Как действует кнопка. Вот. Давайте, наверное, немножечко усложним нашу задачу. Вот. Откроем вторую схему. Подключим еще диод. То есть. Правая часть у нас остается неизменная. То есть как и было. У нас правая ножка к резистору через 10 кВм к земле. левая ножка к 5 Вольт. И верхняя к второму пину. Вот. А диод мы подключим через... Маленькую ножку мы подключим через резистор 220 Ом в земле. А длинную ножку, которая плюс, мы подключим к девятому порту на ардуинке. Вот. Вот. Значит. Сейчас. Так. Давайте. Откроем опять фриду разработки. Я уже скетч заранее подготовил. Давайте откроем. Вот он у нас. Значит, тут немножечко посложнее. Значит, смотрите. В принципе, вот если вот эту часть... Сейчас я про нее отдельно расскажу. Убрать. То тут, по идее, все то же самое. То есть вот эта часть, да. Но добавляем еще, что digital read на втором пину будет у нас в режиме Hike. Вот. И это постоянно, да. И у нас digital write восьмой пин, на который у нас подключен плюс диода, мы тоже в режим Hike вводим, то есть у нас будет включаться светодиод в этом режиме. Вот. Или, ну точнее, если кнопка не нажата, то у нас будет digital write в low режим впадать, то есть сигнал не будет поступать и выключается светодиод. Вот. Да. Насчет вот этого пин-мода. Значит, что тут такого особенного? Почему я на нем застрел внимание? Дело в том, что этот пример, вот, я изначально на него наткнулся в книжке, да, по урокам по Ардуино. Он был вот такой вот, какой есть сейчас, только без вот этого добавления. Это я уже сам от себя добавил. Вот. Без вот этого добавления у меня диод очень тускло горел, практически не видно его. его. А почему? Давайте сейчас я вам немножечко объясню, почему. Смотрите. Если он изначально, у нас просто вход, pin-mod, изначально, если ему не задаем ничего, изначально он input. У нас вход, а не output. Вот. Давайте я вам зачитаю. Если вход-выход pin был установлен в режим вход input, то функция digital write, вот эта, со значением high, будет активировать внутренний резистор на 20 кОм. Вот. Подача low, в свою очередь, отключает этот резистор. Вот. Нагрузочного резистора достаточно, чтобы светодиод, подключенный ко входу, светил тускло. Вот. То есть, понимаете, да? То есть, вот в этом режиме у нас встроенный резистор на 20 кОм подключен. Вот. И из-за этого у нас диод очень тускло горит. Вот. Если вдруг светодиод работает, но очень тускло, возможно, необходимо установить режим входа output функции pin-mod. То есть, что мы и делаем. Он у нас горел тускло. Мы нашему восьмому пину режим задаем output. То есть, input это у нас режим, получается, принимающий. То есть, он через резистор, чтобы у нас не сгореть платку, не сжечь. Вот. Output у нас, получается, на выход дает. То есть, резистор нам тут ни к чему. Поэтому он отключает. Вот. И после того, как вот эту функцию мы добавили, точнее, не функцию, а этот режим мы добавили, у нас диод начал гореть, в принципе, ярко. Вот. Ну что ж. Давайте проверим скетч, все ли у нас правильно, все ли у нас работает. Так. Видим, скетч у нас ровный. Давайте его загрузим. Так. Скетч мы загрузили. Давайте откроем монитор порта и посмотрим. Вот у нас такие же нолики. Нажимаем кнопку, такие единички, только еще у нас горит диод. Вот. Давайте, наверное, я сейчас покажу с камеры, как он у нас загорается. Так. Ну что ж, смотрите. Вот она у нас кнопочка. Как только я ее зажимаю, диод у нас загорается. Отпускаю, тухнет. Зажимаю, диод загорается. Отпускаю, тухнет. То есть, в мониторе порта мы это видели. Сейчас нули у нас. То есть, на вход сигнала никакого нет. Как только я зажимаю кнопку, у нас замыкается кнопка, подается сигнал и все, у нас единичка появляется, загорается светодиод. Видите, светодиод горит ярко из-за нашего режима входа. Вот. Нашего режима пина. Так. Ну что ж, друзья. Вот мы увидели, как с помощью кнопки мы сможем управлять диодом. Вот. Все довольно таки просто. Ничего сложного в этом нету. Скетч. Вот буквально мало строчек имеет. То есть, для начала самое то. Ну вот. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вот. Будет еще много всяких уроков интересных. Много проектов будем рассматривать. Ну и так далее. Ну и конечно же распаковки будут с AliExpress или с Banggood. Ну в общем с китайских наших сайтов. Вот. Ну что ж. Всем удачи, добра, позитива, хорошего настроения. Пока-пока.